Следующий сюжет, который мы хотели вам показать, это рассуждения, размышления и свидетельские показания Алены Медианцевой, которая побывала на выставке, посвященной 20-летию ГКЧП. Естественно, за последние дни об этом рассказали все, но мы подумали, что выставка штука хорошая, тем более, что для многих из нас то, что там показано, является не просто историей, а историей, свидетелями которой мы сами и являлись. Давайте посмотрим. О противостоянии демократических сил ГКЧП в эти дни не говорил только ленивый. 20-е годовщина со дня путча не прошла незамеченной даже в культурном аспекте, а все благодаря выставке, открывшейся в Музее политической истории России, август 91-го. Чем интересна эта выставка, что экспонаты для нее фактически собирались 20 лет, с первых недель после провала ГКЧП и до самого последнего дня. Среди представленных экспонатов удостоверение, листовки, обращения, телеграммы, фотографии, записки и дневники. Все то, что на сегодняшний день уже удалось собрать сотрудникам музея. Есть вещи защитников телецентра Начипыгина, есть вещи защитников Мариинского дворца, но самый большой экспонат – это светокопировальный аппарат, который никогда не покидал стены этого музея. Это музейный ксирокс, и на нем в августовские дни сотрудники музея размножали листовки против ГКЧП. Особая гордость организаторов – фрагменты архива «Холодной войны» из музея в Лос-Анджелесе. Целая коллекция плакатов, представляющих взгляд советских художников на ГКЧП и крах КПСС. Ну, одно из последних даров, дарений нашего музея – это часы защитнику Белого дома от президента РССР Ельцина. Эти часы нам передал известный телевизионный журналист, взглядывается Александр Политковский. В общем, несмотря на многообразие документов, выставка «Август 91-го» кажется невзрачной. Сама по себе экспозиция является лишь одной четвертой частью проекта «Советский Союз. Последняя глава». Куда уже вошли ранее выставки? «Союз нерушимый», «Чернобыль. Испытание на прочность», «Не за горами. Беловежский сговор. Закономерность или случайность». Ну, а сегодня и до декабря месяца у любителей истории есть возможность увидеть самодельный трехцветный флаг, российский триколор, тогда еще неофициальный, видеокамеру Горбачева и противогаз с автографами парней из Кузбасса. Да, и будьте готовы к тому, что даже после посещения выставки главные вопросы останутся без четких ответов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!